Дмитрий Медведев прилетел в Крым и прямо сейчас продолжает проводить выездное заседание специальной комиссии правительства по развитию Крыма. Около 10 минут назад он предоставил слово крымскому премьеру Сергею Аксенову, до этого раздавал распоряжение в своей вступительной речи. Также выступал мэр Севастополя Алексей Чалый. Обсуждаются различные вопросы и проблемы нынешней жизни в Крыму. В частности, Дмитрий Медведев предложил создать в Крыму федеральный университет, а также помочь детскому лагерю Артек. По сути, Медведев в своей вступительной речи, при этом не очень длинной, затронул самые разные вопросы. От животноводства до количества производимых куриных яиц, вопросы виноделия, вопросы земли. И также, одна из фраз, которая запомнилась, например, мне, Дмитрий Медведев предложил прямо сейчас начать отчет новой российской инвестиционной истории Крыма. Политологи утверждают, что смысл визита гораздо глубже, чем оперативное руководство. Необходимо показать Западу, что уже поздно обвинять Россию в аннексии, и переговоры теперь можно вести только о восточных регионах Украины. Разоговор о Крыме в сложившихся обстоятельствах уже контрпродуктивен. Екатерина Курмышева подробнее о первом визите российского премьера после фактического присоединения к России новых субъектов Федерации. Катя, здравствуй, прошу тебя. Да, здравствуй, Никита. В Симферополе сегодня здесь правительство обсудит развитие Крыма. Такое сообщение появилось в Твиттере главы правительства Дмитрия Медведева около часа назад. До премьера Медведева в Крыму побывали члены его правительства, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, а также глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Именно правительству поручено отвечать за развитие нового региона, присоединение которого к России не признает и осуждает мировое сообщество. В правительстве создана специальная комиссия, ее возглавил вице-премьер Дмитрий Казак. Сегодня было анонсировано первое совещание этой комиссии, но никто не говорил, что оно пройдет в Крыму. Медведев прилетел в сопровождении вице-премьеров, министров, и это произошло спустя всего несколько часов после переговоров в Париже, в которых участвовали госсекретарь США Джон Керри и глава российского МИДа Сергей Лавров. Едва ли не впервые на этой встрече Лавров сказал, что Москва готова к переговорам с новыми властями Украины. Кроме того, Керри и Лавров договорились чаще встречаться и искать точки соприкосновения. А теперь вот визит Медведева в Крым, который, вероятно, вызовет резкое неприятие на Западе. С момента начала заседания жителям Крыма пообещали создать новый федеральный университет и повысить пенсии до среднего уровня по России. Помимо этого, Дмитрий Медведев уточнил, что нести ответственность за ситуацию в Крыму должен каждый министр в рамках своей компетенции. Но насколько демонстративной можно назвать саму эту поездку, нам рассказал политолог Алексей Макаркин. Я думаю, что визит Медведева, конечно, это очередной демонстративный акт, что Крым является российской территорией, никак и иначе. Таких шагов будет достаточно много. Сейчас планируется очень короткий сроки принять. Но Конституцию Крыма, с другой стороны, существует большое количество проблем, которые носят уже далеко не столь оптимистичный характер. Эти вопросы, которые могут носить такой стадистический и, в частности, вполне удобный характер, там имиджевание всегда, он может быть, они могут быть удобны. Значит, наверное, эти вопросы мы и оставим заниматься главоправедом. Похожего мнения относительно визита Медведева в Крым поддерживается и политолог Кирилл Рогов. В эфире «Дождя» он рассказал о том, какой, по его мнению, сигнал эта поездка должна передавать Западу. Тактическая и стратегическая цель Путина на данный момент выглядит как близко достигнутый. То есть, создавая угрозы территориальной целостности Украины, что является сейчас главной проблемой территориальной целостности в материковой Украине, что является сейчас главной проблемой для США, он таким образом вынуждает американскую администрацию де-факто признать аннексию Крыма. И визит Медведева – это как бы подтверждение того, что «ну все, о Крыме вообще не говорим, это все уже наше, а дальше уже будем говорить об остальной Украине». И Путину вполне удалось сейчас пока перевести разговор вот на эту. Сейчас, как бы, США и Россия заняты судьбой материковой Украины, а Крым уже, как бы, считается отрезанным куском. А вот главный редактор журнала «Россия» в глобальной политике Федор Лукьянов не считает, что визит Дмитрия Медведева в Крым каким-то образом повлияет на Запад. Крым, по его мнению, российская территория, а значит, глава правительства вправе посещать его когда угодно. Крым, с точки зрения Российской Федерации, которую невозможно изменить ничем, кроме боевых действий, является частью России. Это не подлежит обсуждению ни в Париже с Киеве, ни в Киеве с Яценюком, ни так далее. Россия исходит из того, что это реальность, которая теперь будет существовать. Это субъект Российской Федерации. Ну и все. Дальше уже все действия, которые предпринимаются, будь то Медведев, или Путин, или кто угодно, они посещают Крым как часть российской территории. Ну, а я напомню, что о своем желании посетить Крым Медведев заявлял еще 24 марта во время встречи с работниками российских учреждений культуры. Хочу вас заверить, мы к вам приедем. Все вместе. Так прозвучало тогда обещание главы правительства Крыму. Никита. Большое спасибо Екатерина Курмышева о реакции российских и зарубежных политологов и экспертов на визит Дмитрия Медведева в Крым.